Здравствуйте друзья! Снова мы в саду, снова Красный хутор. Это место когда-то ждет много-много десятилетий, я не оговорился, даже не лет, а десятилетий станет местом паломничества настоящих садоводов. Оно станет легендой. Вот легендой должна была стать поселок Майна, где было несколько уникальных садоводов, кто-то уже там на кладбище, кто-то еще жив. Уникальные результаты. Местом могло стать поселок Черемушки, потому что там климат вообще уникальный настолько, что персики укрывать не надо. Были отдельные случаи, вот и шелковица растет, правда одна на все черемушки. Вот и персики растет, два дерева на все черемушки, на тысячу дач. Вот уже крупноплодные абрикосы. Все это позади, но прошло время, основатели этого чуда начали уходить из жизни и практически все ушли. Вот как-то пальмы первенства мы попытались перехватить, частично удалось. И сейчас я называл не раз десяток фамилий, благодаря кому еще теплится садоводство. Я не зря привнес слово теплится. Был расцвет, был грандиозный успех, не виданный на всей России, не виданный ни в одной академии, ни в одном ГСУ, ни в одной это самое, ни в университетах, где не только должны учить студентов, но и чего-то нового, заодно что-то новое и производить. Этого не было ни в одном на высшем сельском институте. Потом пришла пора массового грамотности. А массовая грамотность, это значит деревья неправильные, научили людей их уничтожать. Научили людей уничтожать почву, уничтожать опавшую листву, ядами уничтожать в начале червей, дикой злобой окружены, оказались окружены муравьи, и грибы ни в чем не повинны. Запомните, в плодовых садах нет патогенных грибов. В конце концов начали травить самих себя, и стало никакой разницы, хоть покупая из Голландии плоды, видел я плоды из Новой Зеландии, из Аргентины, и то же самое, что сами производим, тоже уничтожаем в начале плодородия почвы, потом деревья из-за этого болеют, и мы их уничтожаем окончательно своей любовью. Своя любовь выражается ножовка, секатор, яды. Ножовка, секатор, яды. Вот такое грустное начало нашего разговора. Кстати, тут, по-моему, прямо вот, если ничего не шевелить, вон торчит эта самая шелковица, полуторалетняя, этот самый, даже всего лишь в месяцы, два месяца и год вот эта шелковица с огромными листьями, видите, прямо в створе. Это, к слову. Придется поговорить о климате. Дело в том, что ненормально уже теплится еще садоводство, мы их, как можем, держимся. Вот, врагов все больше, потому что на мою, там, 300-500 просмотров приходится злобных, ненавидящих деревьев, ненавидящих муравьев, ненавидящих даже грибы. Абсолютно беззащитные, абсолютно безопасные. Все это, значит, приводит к калечиванию деревьев. Их в сотни, сотни, сотни раз больше просмотров. В тысячи раз. Все пошел на миллионы просмотров. Куда мне тягаться с ними? И тогда я подумал, давайте поговорим еще про перемену кремата. Откуда взялось это все? Понятно. Людям давали землю. Шесть соток или четыре сотки. А вот там, где совсем мало места, и четыре давали, как поселок Черемышко. Вот, земля, она всегда была непрекосновенна. Если когда-то защищали Москву и говорили, ни пяди, ни шагу назад, ни пяди земли. За Москвой, помните, знаменитые. Вот, героев. Героев настоящих. За Москвой для нас земли нет. А потом бюрократы последят по-своему. Не давать людям землю. Вспоминаю, я издаля начинаю, но я иначе не могу. Вот несколько фильмов. Буду рассказывать все, что приходит в голову. Вот. Самый разгар советской власти. Жили мы неплохо. Относительно неплохо. Вот. Я жил на севере. Мне хватало денег и на курорты. Целых полтора раза был на курорте. Второй раз я сбежал с курорта от скуки. Вот. Хватало денег на все. В том числе и на фрукты, и на овощи. Вот. А тут читаю я литературную газету. Пять миллионов экземпляров. Это был ее тираж. И вот она уже осмеливалась покусывать бюрократов. Она считалась оппозиционной. Нет, у нее тоже были заскоки. Знаете, дискуссия двух крупнейших, которые на слуху. Назовем их интеллигентов. Там один писатель, второй не помню кто. Один доказывал богатым быть хорошо, а другой доказывал богатым быть неприлично. И это печатала газета. И там полстраницы огромной. И тот, отвечая полстраницы, и так талантливо говорил, что господи, ни за что богатым не буду. Прочитал как это. И какие доводы умудряются находить, что богатым не буду. Ну хорошо. Можно быть богатым, имея дачу. Богатым духовно. Выращивать деревья – это же духовное богатство. Посмотрите, ребята, сюда. Посмотрите сюда. Это разные сорта. Вот. Сейчас мы будем про климат говорить. Но не сразу, потому что моральный климат, он очень важен. Он очень важен. Вот. Вот. Он очень важен, друзья. Видели? Вот. Это середнячки. Самых крупных уже тут нету. Гости постарались. Я не обижаюсь на гостей. Они разносят славу про этот сад. Раньше таких садов было много. Сейчас уже нет. И так. Литературная газета. Появляется жуткая статья. Как она смирилась. Один обыкновенный мужик, но с задатками которого обзывали чуть ли не кулаком. Посмел. Посмел раскопать несколько соток. Ну, трактора у него, конечно, не было. И ни тракторов не было. И никаких кротов не было. А просто взял и лопатой несколько сотен раскопал. И посадил помидоры. Чиновники местные. Земля была ничья. Пустырь. Никому не нужная земля. Оформите их. И не нужная земля. У меня не сохранилось. Эта газета была где-то лет пятьдесят назад. Напечатала эту статью. Жуткую. Вот. И эта жуткая статья. Я не взялась из доля. Как хотите, понимайте меня. Как хотите. И так он вырастил в несколько соток помидоров. Он потом хотел их продать, но этого не скрывал. Пустырь. Никому не нужная земля. Оформить ее невозможно Невозможно Это надо снова на баррикады Как в 17-м году Помните, землю крестьянам Фабрике рабочим А здесь уже все Кончилась эта революция чем Земля никому Чиновники сами не могут и другим не дадут Но они получают деньги Чтобы не давать зарплату И вот несколько соток Прекрасных помидор Сами знаете На целине всегда помидор Самая лучшая Я помню, картошку садил Раскопав дерн Какая была картошка Только с 3-го года она начала мельчать И вот он Помидоры И вот в момент, когда они созрели Были красные Поступила команда Уничтожить Понимаете Взять и уничтожить С несколько соток помидор Сколько там было Полтонны Кто их считал Вот Она была полита потом Крестьянским потом Работяги Где-то на заводе работал Кровь-то крестьянская Та же, как я Весь в очках Весь это С виду интеллигента На самом деле Я в душе пахарь И доказал это Что я пахарь Вот Я 40 лет здесь поливал потом Я научился не поливать потом Но это потом Ну 30-20 лет Я поливал потом эти участки Свои И вот Самое страшное случилось Подогнали бульдозер Будулюсь Получил команду Запахать Прямо с красными помидорами Сейчас многие из вас Слушая меня Тоже Проникнутся Поймут Сволочи Подлецы За что Что у нас В стране обилие помидор было Я что Не помню Как это было Я не помню Овощной магазин С гнилыми помидорами Я не помню Овощной магазин Когда Все Я в том числе В этой Грязной Гнилой Среди гнилых Картофелин На ощупь Потому что Все сверху Покрыто слизью Картофелин Одна Вторая Мягкая Скользкая Мягкая Гнилая Наконец Твердую Попалась Достаешь По локоть Весь в грязи Достаешь оттуда Вот И кладешь Эту самую В пакет С трудом Находят Десяток картофелин Из этого Гнилья Понимаю Это и было Но по другому Было нельзя Потому что Земля святая Мое Отстояли от немцев И не дали никому Самим себе Вот И вот тогда После этого Я И с тех пор До сих пор Не мог забыть статью Я еще подумал А если бы у нас было Настоящее То что мы называем Там Как бы это называется Гражданское общество Подразумевает Что это мы Хозяева земли Да разве допустили бы Да разве Сам Представьте себе Ну ладно Я Я работник Я там токарь Пекарь Вот Допустим Это понятно Я могу возмущаться Нет Но я Бульдозерист Мне дают команду Запахать уже труд Я Железов Конечно Я бы не стал пахать Меня бы просто Отстранили В конце концов Уволили Вот Но нашелся Бульдозерист Он спокойно Запахал И вот отсюда Людей надо Таких воспитать Уважение к труду Такое Что один Никогда не сядет За рычаги И не запашет Чужой труд А те Кто дал команду Никому Голову Это не придет Тут же Мужик Да ты молодец Да ты такое дело Сделал Да ты пример подал Помните За того парня Там какие-то лозунги Подняли на щит Сделали его Этим самым Народным героем Да мы сейчас Все Распахивайте землю А гарантии колем И тут же придут Эти Как их назвать Тут же придут Геодазисты И это Ваша земля Ну исключения будут А вдруг там Под землей Трасса Теплотрасса Ладно Проверили по картам Нельзя Уходить отсюда И убирайте Свои колышки Вот В другом месте А вдруг там Газовое месторождение Попадим Вот Подняли документы Ага Были тут Эти Делали Сверлили землю Ничего не нашли Все Забивайте коля Земля ваша Вот тогда Это было бы Гражданское общество Для этого нужно Так как уже Все сокостенело Закоренело И нельзя Ничего И вот тут Вот отсюда Прямо есть Куда смотрят Сейчас Камера Видно не видно Вон горы А под горой 60 гектар Которые Это Не отдали 60 минусинцам Которые хотели Строить там дома Земля Сельхозназначения Которая наполовину Уже заросла лесом И уже Нельзя И все Переделывать Нельзя Пересмотреть План Сделать это Ее Там Чтоб пустить В это Людям Людям Раздать Нельзя Нельзя Ничего Нельзя Вот Это здорово Нас ограничивает Ребята Я бы Начал Издаля Я сказал Мы будем Говорить Про климат Сейчас Посмотрим Запись Идет Ага Еще идет Климат Климатом Для этого места Как раз Сейчас Понимаете Так сложилось Ребята Тут не дали 60 минусинцам Дети бы Сейчас там Играли бы Дома бы стояли Уникальные места Где мы Сейчас с вами Уникальнейшие Понимаете Я же Не зря Вот это Приготовил Вот это Называется Калаш Это Калаш Это Калаш Смотрите И здесь Таких Может быть Садов Тысячи 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 Да Узкая полоса Да Вдоль Енисея Но она Тянется На 100 Километров С лишним Это Десятки Тысяч Да Десятки Тысяч Домов Уже Видя Этот Самый Как-то ПМЖ Да ПМЖ Вот что должно быть И климат А почему я сказал Что климат Я еще Может быть Вторую серию Я начну Историю Подведу сюда Идет изменение климата Жуткое Интереснейшее Изменение климата Жуткое Потому что Мы не знаем Что будет Какая зима будет Вот Но Сегодня Слушаю Красивая девушка По центральному телевидению Вот Красноярский Сегодня Плюс 21 У меня сегодня На 500 километров Ежнее Плюс 21 Вот Дальше говорит На Алтае Сегодня Плюс 25 А ведь это значит Что через два дня Эти 25 Придут сюда А знаете Какое Солнечило Так Солнечные праздники Которые Которые мы Еще отмечали Вот Вот Что такое Климат Климат Надо Использовать И вот Сейчас Когда Ура Климат К нам Где-то Страшная история Происходит Жуткие Где-то От А От Все погибает Где-то Миллион Бегут А знаете Как Надо Открывая Величайший Секрет Как Это Сделать И это Должно Быть Сделано Должно Быть Просыпается Человек Утром Вот И вдруг Ему Говорят Приходит Специальная Бумага Катастроф План И там Черным По-белому Написано Что Вы Хозяин Целого Гектара Тут же Нас Все Меньше 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 Когда-то У нас Было Четыре Миллиона Красноярский Края Сейчас Наверное Уже Итого Нет Миграция Идет В сторону Москвы Тут Туда Вот И Смотрите А где же Этот Гектар А он Понятно Желательно Поближе Где ты Живешь У нас Когда-то Возе Тубейский Район Возле Саудогорска Были Большие Площади Причем Не просто А поливного Земледелия Нас Освобождали От работы Нас Бросали В эти Самые Так Надо Поглядеть Сейчас Закончится А еще Минутка Нас Бросали На сельхоз Работы Поливное Земледелие А сейчас Знаете Там что Бульян И еще Пока Не густо Заросло Соснами Вот Проснулся Человек У меня Есть Гектар Земли А я Я и не Просил А пойду Ко я Гляну А там Ручей Течет А я Его Загоражу И у меня Будет Настоящий Пруд С корсями А потом Ну-ка Я еще Луч Сюда Пелядку Заведу А это Драгоценная Рыба Вот А уже Такой Человек Загородил У него Большое Гусевое Хозяйство А почему Были Опытом Не поделиться Ну вы Поняли О чем Пойдет Тарасель Каждые 20 минут Он берет Останавливается Я пока Останавливаюсь Интересно Будет Продолжение Не знаю Но Самое Главное Я сказал Землю 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 Людям Не хочешь Пойдешь Посмотришь А потом Это Напиши Бумажку Отказываюсь Они Или Дается Два года Огородил Выкопал Эту Колодец Или Пробурил И пошло Поехало Носим